Друзья, привет! У нас сегодня раскабанник. И я ожидаю, что он будет очень интересный, потому что внутри новинки. Новинки от Брэдфорд Найф. По странной нажиманской традиции я должен показать, чем я буду вскрывать коробку. И сегодня у меня не совсем типичный выбор. У меня сегодня для вскрытия нож Ольфа. Ну, не типичный он для нажиманов, а для нормальных людей это самое, что ни на есть типичный выбор. Потому что Ольфа делают просто идеальные канцелярские ножи. Мне по долгу службы, по моей профессии, часто нужны ножи такого типа. И если вам, в принципе, по какому-то поводу нужны ножи, такие хозяйственные, канцелярские, то Ольфа это прям идеальный производитель. Если я не ошибаюсь, то японец, который является основателем этой фирмы Ольфа, он, в принципе, придумал вот эти вот сегментные ножи, когда лезвие отламывается сегментами. И придумал он это в момент, когда кушал шоколад. Отламывал сегмент шоколадной плитки, и ему вдруг пришла в голову мысль, а почему бы не сделать по такому же типу и ножи. И это гениально, по-моему. Кроме самих ножей, в посылке заключение о том, что ни Гардиан 3, ни Гардиан 4 не являются холодным оружием в Украине. Официально теперь это нож хозяйственно-бытового назначения. Я переслал это в электронном виде Брэду, он распечатал, вложил в посылку. Это какая-никакая перестраховка, чтобы наша чудная таможня не подарила себе эти ножи. Так, ну поехали, быстренько по порядку. Это у нас G-Nacker. Не знаю, как это переводится, это новинка. Elmax Nimbus. Давайте посмотрим ближе. Вот так это выглядит. Сразу бросается в глаза толщина. Прям как-то неожиданно толстый. Кайдексные ножны и ножичек немножко там подпевает. Также сразу бросается в глаза вот этот косячок. Какая-то раковина на таком сквозном вырезе, который является таким стилизованным логотипом Брэдфорд Найф. Но вот эта раковина, конечно, неприятна. С этой стороны все окей. Вытаскивается относительно легко. И вот такой малыш внутри. Толщина такая, она только в районе рукояти. Клинок потоньше. И в этом что-то есть. Потому что для рукояти толщина скелетника всегда важна. Грубо говоря, чем толще, тем это удобнее на скелетнике. Ну а клинку такая толщина не нужна. Здесь на глаз, наверное, миллиметров 6. В районе рукояти и миллиметра 3 клинок. Большое темлячное отверстие. Эти вырезы, логотип Брэдфорд Найф, Элмакс. Ну и сам клиночек. Причем этот нож у Брэда не в разделе ножей, а в разделе там всяких аксессуаров. Конечно, чисто из-за своих размеров это больше такая ножевая приколюха. Брелок в виде ножа, который где-нибудь что-то может и вспорит, взрежет. Но все-таки это больше для таких городских выживальщиков, ножеманов. У меня эта ниша занята TRC Mini. Но стоит признать, что у Брэда есть свой шарм всегда в ножах. Это такая нарочитая грубость. И в этом что-то есть. Из нарочитой грубости уже привычные всем владельцам ножей Брэдфорд Найф следы от гидрорезки на обухе. На обухе насечка, прям в районе перехода между рукоятью и клинком. И эта насечка тоже такая в стиле Брэда, достаточно грубая. Это не такая прям изящная насечечка, как например на TRC Classic Freedom. Нет, здесь такая зубодробительная, особенно для такого маленького ножа. Финиш Нимбус. Я обожаю этот финиш на ножах Брэдфорд. Он и необычный, и красивый сам по себе, и функциональный. На нем максимально скрываются все потертости, все царапины. А на ножах Брэдфорд эти потертости часто есть, потому что сама такая стилистика ножей, что почему-то располагает именно к работе ими, а не к лежанию на полке. Ну и пара слов о том, что является часто минусом любого шейника, любого скелетника, это эргономика. И говоря коротко, в этом ноже эргономика есть. Это такой классический хват на три пальца. Ну сама форма, сам абрис рукояти достаточно такой эргономичный, это видно сразу, даже по фото. Ну и толщина, много делает вот эта вот толщина обуха. Так что вот этот традиционный хват здесь есть, и он очень даже удобный. Ну и все вот эти вот сопутствующие, естественно, здесь они тоже есть. На удивление удобный, как для скелетника, как для шейника. Я думаю, если сюда навязать темляк коротенький, с большим узлом, то можно подключить сюда и мизинец. Так сделано вот на моем TRC Mini, и это очень удобно. В двух словах, мне понравился формат. Я люблю в последнее время такие ножевые аксессуары. Очень понравилась толщина обуха в районе рукояти. Это и выглядит так монументально, и просто очень удобно сидит в руке, как для скелетника. Но расстроила вот эта вот раковина. Это выбоина в районе логотипа. Для ножевого перфекциониста это недопустимо. Следующий. Perrin Knife. Это кухня. Perrin Knife M390. И это кухня. Так это выглядит. Карбоновая рукоять, сразу видна. И кожаные ножны. Такой интересной формы. Честно говоря, брал с прицелом на свою кухню. Я в кухонных ножах вообще не силен. И всегда на кухне какая-то полумера, типа апинелий или моры. А у Бреда вот есть серия кухни. И она вполне, вполне финансово подъемная. Пока не достал нож из ножен, посмотрите какой карбон. Это то же самое крупное плетение, как на всех карбоновых рукоятях Бреда, но еще с вот этими бороздочками. На кухонном ноже, наверное, это в тему. Рука часто бывает мокрая, жирная. И лишняя зацепистость не помешает. Достаем. Ножичек небольшой. В коже сидит плотненько. Вот такой нож. Очень небольшой, как для кухни. Но я, честно говоря, люблю такие небольшие ножи на кухне. Посмотрите на клиночек. Не знаю, что это за финиш. Он при попадании света вот под углом. Черный, как DLC практически. А потом вот так наоборот. Блестит таким серебром, как мелкий-мелкий Stonewash. Очень красиво. Эргономика хороша. Может, для кухонного ножа, для такого бытового использования, а не профессионального, эргономика не так важна. Но с другой стороны, а где еще быть этой эргономикой, как не на кухонном ноже? Потому что кухонными ножами мы все-таки пользуемся намного чаще, чем нашими вот этими всякими EDC и другим баловством. Вот так выглядит силуэт рукояти. Снизу и сверху. Оно даже выглядит удобно. Так что, поверьте, в руке это сидит хорошо. Очень тонкий клинок. На глаз максимум полтора миллиметра. Вот в самом толстом месте. Ну и кончик. Кончик вообще крайне изящный. В ноль уходит. Ни о каких-то здесь тяжелых работах. Выворот у клинка по хрящам. Нет и речи. М390 при таком тонком обухе, естественно, будет фантастически резать. А это единственное, что требуется от ножа такого формата. Но здесь, по-моему, даже особо и говорить не о чем, потому что все видно и так. Маленький, изящный, лаконичный, красивый кухонничек из премиумных материалов. Дальше его надо пускать на кухню и там уже смотреть. Лично я не ожидаю никаких сюрпризов от него. Ну, кроме приятных. Поэтому гоу на кухню. Дальше. 3.5 Tanto. Тоже новинка. Guardian 3.5 G10 M390 Tanto Stonewash. Сразу в кайдексных ножнах. С вот этим вот удобным зацепом. Я обожаю в кайдексных ножнах вот этот зацеп. Это прям хорошо. Ну и посмотрите, как это выглядит. По-моему, неплохо. Ну, как минимум, необычно. Потому что я привык видеть ножи Брэдфорд такие мирные. Рабочие, да, такие брутальные, мужицкие, но все-таки мирные. А здесь вот этот кончик Tanto, он, конечно, сразу придает такую воинственность. Конечно, как и любой Tanto, сразу порождает такую эмоцию, что хочется во что-то штрикать этот нож. Для неуравновешенных людей, наверное, Tanto противопоказано. И рукоять здесь красивенная. Хорошее сочетание. Черное G10 и такой горящий ультрамариновый прострел по рукояти. Плюс она не гладкая. На ней, вот посмотрите, такие борозды. Это тактильно очень приятно в палец. Ну и, в принципе, это, конечно, более зацеписто, чем обычный такой полированный G10. Про эргономику здесь, наверное, даже не стоит говорить. Мы уже с вами обсуждали Guardian 3.5 в прошлых обзорах. И это один из самых удобных ножей Брэдфорда. Как говорят пользователи, это Guardian 3, но с удобной рукоятью. С полноценной рукоятью, на всю ладонь. Может быть, кому-то не понравится дизайн. Слишком он такой простецкий. Грубо говоря, вытянутый овал. Но в руке это действительно сидит очень удобно. И по-другому сидеть не может. Просто посмотрите на этот силуэт. В этой плоскости, в этой. Плюс здесь еще вот этот G10 текстурированная. В общем, эргономика здесь одна из самых лучших на ножах Брэдфорд Найф. Пожалуй, наверное, только Guardian 4.5 посоревнуются с этой. Очень короткий вывод по этой модификации, Guardian 3.5. Мне в целом нож, конечно, очень понравился. Особенно понравился G10. Вот в такой расцветке. Это такой черный, лаконичный, с ярким ультрамариновым прострелом. Это красиво. Плюс это фактурная, текстурированная G10. Я люблю такие штуки. Сам кончик танта. Ну, выглядит это красиво, стоит признать. Но вот так лично я бы, наверное, брал бы обычный Drop Point. Я не сильно люблю вот эти всякие милитари, тактические, воинственные штуки. Хотя, например, на моем мини ТРС именно танта кончик. И я, честно говоря, понял прикол его вот в быту. В этом что-то есть. Так что здесь уж скорее такое предпочтение чисто дизайнерское. Нравится танта, ну, значит, хорошо. Не нравится, значит, Drop Point. Следующий. Тоже 3.5 танта, только в другой комплекту. Здесь все то же самое, что мы поговорили уже по такому же Guardian 3.5, но в G10 и в Stonewash, за исключением, конечно, внешнего вида. Это, естественно, все та же супер эргономика, как по мне. Особенно вот в сочетании с кончиком танта, который прям сам располагает вот каким-то таким движением. Здесь под пальцевый упор супер надежный. Если вот вы зажали плотно нож, то я не представляю, что должно произойти, чтобы палец оскочил на режущую кромку. Хотя я также не представляю, что вообще можно делать ножом, чтобы вот такое движение действительно понадобилось. Это просто красиво. Причем красиво так в комплексе. Этот карбон черный, карбон действительно хороший, такой красивый, крупное плетение, он полированный. Нимбус, темный нимбус. Есть на некоторых ножах Бреда нимбус более светлый, здесь он действительно такой темный, как смоль. Ну и кончик танта. Вот оно все так в комплексе, именно эту комплектацию Guardian 3.5 делает в полной мере. Мне понравилось. Ну и последний, последний я уже знаю, что здесь. Здесь Guardian 4. Guardian 4 в очень хорошей комплектации. Guardian 4, карбон, М390, спуски от обуха. Stonewash. Он тоже сразу в коробке в кайдексных ножнах. И это достаточно странно, потому что до сих пор все ножи Бреда были в коже штатно. А кайдекс докупался отдельно. Так вот сейчас я тоже купил нож и кайдекс отдельно. Но кожи в коробке нет, а нож сразу в кайдексе. Надо мне будет уточнить этот момент. Тоже зацеп под палец делает вытаскивание ножа удобным, быстрым. Ну вот такой вот Guardian 4. Красивенный карбон, полированный. Я хотел получить здесь такие же бороздочки, как на 3.5, которые мы уже посмотрели. Как на кухоннике опять же. Но, видимо, не делает Бред на четверке. Такую рукоять только полированный. Выглядит это красиво. Конечно, в зацепистости чуть-чуть теряет. Ну и клинок со спусками от обуха. Это такая опция у Бреда. Штатно у него спуски от 2.3. А кому нужен чуть более изящный рез, тот берет спуски от обуха. Мы уже с вами как-то обсуждали Guardian 4. Это, грубо говоря, пропорционально увеличенный Guardian 3. То есть такой полноценный нож. С хорошим, большим, мощным клинком. С полноценной рукоятью. В этой рукояти есть эргономика. Тот, через чьи руки прошли много ножей. Увидит это сразу по вот этому силуэту, по этому абресу. Все эти впадинки, выемки, выпуклости. Все по делу. Но она, как по мне, излишне пухлая. Для моей вот небольшой руки здесь много карбона. Я бы себе, наверное, хотел бы в идеале немного тоньше. Эту рукоять там по миллиметра полтора-два с каждой стороны в пухлом месте убрать. Но, повторюсь, это для маленькой руки. У кого лапы большие, здесь никаких проблем не будет. Эту рукоять будет идеально. Я сам лично люблю Guardian 4. Буквально вот вчера на этом самом месте я был с женой, с детьми, со своими собаками. Мы готовили шашлык и пользовались именно подобным Guardian. Только с Микартой на рукояти и со спусками от двух третих. Guardian 4 это мощный, действительно мощный нож. Но в комплектации со спусками от обуха он еще и становится по-настоящему классным резаком. А это достаточно редкое сочетание. Так что, Саша, я знаю, ты очень долго ждал этот нож. Изо всех этих карантинных мероприятий посылка шла долго. Но, наконец-то, твоя прелесть приехала. Так что, завтра поедет нож к тебе. Жди, ты дождался. Все, друзья. Сегодняшний наш раскабанинг закончился. Мне в очередной раз понравились все ножи. Но, конечно, расстроила вот эта вот раковина в металле, выбоина в этом джинекере, в шейнике. Это недопустимо для нас таких современных ножевых махровых перфекционистов. Ну, а больше всего меня порадовал танто в темной комплектации, карбон, нимбус и особенно кухонничек. Кухонник от Бреда оказался прям вообще молодцом. Но самое главное, я в лесу. Прекрасная природа. Весенние шуршат сосны на ветру, скрипят ветви. Никого на многие километры нет. Эхо. А! Это круто. Ну и классные ножи. Что еще надо? Все, пока.